В коробке с карнашами, в горы океаны. Всероссийская просветительская акция «Ночь искусств» в седьмой раз объединила культурные учреждения страны. В Армавире тематические мероприятия провели в городском дворце культуре, доме Тангулова, городском музее и театре, детской библиотеке и художественной школе. В этом году к акции впервые присоединилась школа искусств. Для нас этот праздник «Ночь искусств» – это боевое крещение, потому что мы первый раз участвуем в таком масштабном мероприятии. В этом мероприятии задействованы все коллективы, которые есть в школе. За неделю где-то до мероприятия поступало очень много звонков, люди хотели прийти, люди спрашивали, и мы очень рады, что сегодня переживали, честно говорю. Рады, что такое большое количество людей, и надеемся, что мы не просто пришли посмотреть, как танцует его собственный ребенок, но еще и посмотреть, что мы можем сделать очень многое для города в плане культурного воспитания. Первый концерт в школе искусств собрал более 800 участников. Это ученики разных направлений от дошкольников до подростков. Номера с яркими костюмами раскрывали таланты каждого воспитанника, будь то шестилетний музыкант, играющий на ксилофоне или большой танцевальный коллектив. Число артистов не уступало количество зрителей. Они заняли не только все места, но и проходы между креслами. Вне зала они увидели картины межрегиональной выставки художников Юга России «Пространство искусства» и попробовали себя вроде творцов. С шести часов у нас работали мастер-классы, где и дети, и взрослые могли научиться искусству валяния, искусству керамики. И также у нас есть взрослые артисты, которые играют на скрипке, которые сами поют и которые хотели бы поделиться своими талантами с жителями нашего города. В год театра отдельную программу представили ученики театральной студии «Лицидеи». В ней соединились и вокалы, танцы и актерское мастерство. Академический хор сменяли семья мартышек, детские отряды и школа сценического боя. А после 21.00 для зрителей выступили инструментальный ансамбль преподавателей школы и взрослый коллектив скрипачей.